Судьба сельских школ умещается в одно слово – оптимизация. Где-то они совсем закрываются, и их ученики доставляются в соседнюю автобусами. В Кержиманах эта участь коснулась только старшеклассников, но прозвучала пугающим сигналом. Если школу на селе закрывать, это село уже умирает. И закрывать школу, конечно, нельзя. Школа на 320 мест. Сейчас в ней обучается 74 ученика. В этом году первоклассник придет всего трое, потому и решились на оптимизацию. Обучение здесь идет на родном, ильзианском языке. Если наших детей также будут переводить в русскую школу, то для них это будет, конечно, очень неудобно. Неудобство планировалось покрыть эффективностью обучения и воспитания в другой школе. Я не буду отрицать, что у нас база материальная немного хуже, чем в соседней школе Вечерлеской. Но мы стремимся, чтобы у нас учащиеся не отставали. Это стремление окупается призовыми местами на олимпиадах и соревнованиях разного уровня. И еще, куда деться от морально-психологического аспекта. У нас нет подъезда к школе, потому что их нужно выводить детей на большую дорогу. А погода бывает очень разная, и в пути может случиться многое. Две извечные российские беды притормозили в Киржиманах оптимизацию, которой уже аккурат 20 лет. А беспокоенные жители села думали, что для их детей-старшеклассников 1 сентября школьный звонок уже не прозвенит. Но решение, которое было почти принято, дали обратный ход. Причина разницы в программах этой школы соседней, а также то, что стоимость автобуса никак в это решение не уместилась. Маргарита Шаинова, Александр Мажан, Вести Мордовия, Отяшевский район.